Боевики запрещенной в России организации «Правый сектор» устроили шествие во Львове и призвали единомышленников объединиться против президента Украины. Акция националистов была приурочена к годовщине пребывания Порошенко на посту главы страны. Во время марша бойцы выкрикивали не только традиционные славы Украине, но и оскорбления в адрес президента и премьер-министра, называя их работу бездарной. Националисты выразили недовольство тем, что никто не был наказан за расстрелы на Майдане, за проведение гей-парада в Киеве. А также требовали поименный список люстрированных политиков. По мнению боевиков «Правого сектора», режим Петра Порошенко ничуть не лучше его предшественника Виктора Януковича. Они призвали народ отобрать власть у олигархов неукраинского происхождения. Эксперты миссии ОБСЕ готовят новый доклад о массированных обстрелах Донбасса. Наблюдатели увидели то, что осталось от мирных кварталов сразу нескольких населенных пунктов. Под огнем украинской артиллерии снова Донецк, Горловка и поселок Октябрьский. Тем временем разведка ДНР фиксирует очередную переброску тяжелой техники к линии разграничения. Киевская армия, как предполагают в ополчении, готовится захватить поселок Тельманово. За ситуацией в Донбассе следит Дмитрий Кулько. Сколько есть времени, чтобы потушить взорванный рынок, зависит от расторопности украинских артиллеристов. Но новый обстрел точно будет. В Донецке не питают надежд. Хозяева торговых точек в Суматохе пытаются спасти из огня товар. Единственную надежду на существование в блокадном Донбассе. Разбитые дома в поселке Октябрьский за время перемирия успело затянуть зелень. Но вновь каждый день приносят десятки новых дыр в многоэтажках. Сквозь них хорошо видно, откуда летят украинские снаряды. Жильцы успели вернуться в свои квартиры и даже перевезти вещи. Но теперь это опять горы разорванного мусора. Вот мой брат. У них два дома сложило полностью. У них разбомбили. Они бомжи сейчас. Украинские военные, чьи позиции находятся в Авдеевке, это пригород Донецка, в эти дни активизировали атаки на город этой ночью. Он был обстрелян как из минометов, так и из гаубиц. Вот вы можете увидеть, какая мощность у этих снарядов. Сложился забор, а взрывная волна откинула грузовик. Из-за серьезного риска группа ОБСЕ даже не приезжает в зону обстрела. А местные жители рассказывают нам, как рано утром они проснулись под обломками стен своих же домов. Вот видите, вот эти брюки у дядьки были сложены, вот так вот взрывной волной, как будто их туда кто-то засунул. Родственников Натальи отвезли в больницу с переломами. Улица Орбита – это крайняя линия перед оживленным центром Донецка. То есть, если снаряды полетят еще на 100 метров дальше, обстрелы украинской армии будут точно такими же, как до Минской встречи. Накануне ВСУ стянули к аэропорту еще 20 единиц тяжелой техники. Обстановка Донецкой Народной Республики продолжает оставаться сложной и напряженной. Интенсивность обстрелов украинской стороной за прошедшие сутки составила 29 фактов нарушения режима прекращения огня. 17 из них в ночное время суток. Но самый мощный обстрел пришелся на поселок Тельманово, фиксируют в ДНР. 72-я механизированная бригада ВСУ снова задействовала установки ГРАД в соседнем населенном пункте Гранитное. Накануне именно оттуда выпустили ракеты, которые накрыли в песочнице 4-летнего мальчика. Местные жители массово бегут из Гранитного. Станка прямо стреляет в селе по столбам. Понапивается и стреляет. Там невозможно жить, они бегут сюда, тут половина в Тельманово их Гранитного. Невозможно там жить. Через каждые 5 минут паспорта. А 9, не с того, не с того, пришлось 6 человек. Пьяные обыск начали делать. Теперь люди боятся, что силовики захватят и Тельманово. И действительно, в районе Волновахи ВСУ концентрируют силы. Это одно из потенциальных мест прорыва обороны ДНР. Дмитрий Кульго, Олег Прохоров, Алексей Гончаров, Лариса Зорина, 5 канал, Донбасс. В Турции подвели итоги парламентских выборов. Эксперты назвали их по-настоящему сенсационными. Правящая партия справедливости и развития потеряла большинство. А прокурская партия заручилась поддержкой 13% избирателей, преодолев необходимый барьер. Впервые в Великом национальном собрании Турции появятся депутаты, представляющие интересы курдов. Несмотря на нападки на нас со стороны правящей партии, мы достигли победы. Это победа всех угнетенных, обездоленных людей и простых рабочих Турции, которые всегда за справедливость, мир и свободу. С этими выборами исполнительная власть президента и диктатура подошли к концу. Стоит отметить, что также впервые в турецком парламенте будет работать сразу 96 женщин-депутатов. Партия справедливости и развития набрала 41% голосов. Это на 10% меньше, чем в 2011 году. Таким образом, она больше не является правящей и не сможет в одностороннем порядке вносить поправки в Конституцию. Впервые за 12 лет в ПСР придется идти на компромисс с оппозицией и создавать парламентскую коалицию. При этом премьер-министр и лидер партии справедливости и развития подчеркнул, что не собирается отказываться от главной задачи – изменения Конституции страны. Люди выполнили свой долг. Мы им благодарны. Их воля выше всего. И им должно быть известно, что будут приняты все меры для того, чтобы сберечь стабильность в стране. Люди должны жить в мире. Люди должны с доверием смотреть в будущее, потому что партия справедливости и развития является основой Турции. Добавлю, предвыборная кампания в Турции была обручена терактом в самом неспокойном регионе страны – Турецком Курдистане. В пятницу на митинге Народно-демократической партии прогремели два взрыва. В результате три человека погибли, 80 получили ранения. Как заявил в воскресенье премьер Турции Ахмед Давутугло, задержан подозреваемый в организации теракта. Его имя и обстоятельства преступления пока не разглашаются. Власти столицы разбираются сразу в двух происшествиях, которые серьезно подпортили репутацию детских лагерей Подмосковья. Из-за взрыва на одной из бас-отдыха в больнице оказались семеро детей. Двое из них попали в реанимацию. Лагерь экстренно закрыт, там сейчас работают следователи. А в Южном Бутове абуцмены выясняют, каким образом десятки воспитанников детских домов вообще лишились летнего отдыха. Антон Кириллов подробнее. Семеро детей, пострадавших накануне от взрыва газа в подмосковном лагере, до сих пор находятся в больнице. ЧП произошло накануне, во время юбилейного первенства по туризму. В палаточном лагере, где собрались более 800 школьников, взорвался баллон с газом. Одна из девочек решила сварить кисель. Зажгла огонь и через несколько минут горелка взорвалась. В ходе осмотра места происшествия следователями изъяты газовые горелки и газовые баллоны, и уже по ним назначены криминалистические экспертизы. Кроме того, изъяты организационно-распорядительные документы и вся необходимая документация, в том числе и заявки, и сведения о проведении данного мероприятия, и о заявке об участниках. Версии произошедшего пока две. Либо халатность вожатых и неправильное обращение с газовым прибором, либо неисправность баллона или самой горелки. Специалисты изъяли на проверку все баллоны, которые находились в детском учреждении. Сам лагерь, не дожидаясь результатов проверки, закрыли, а воспитанников срочно отправили по домам. Громкий скандал разгорается вокруг еще одного летнего лагеря. Более ста детей с ограниченными возможностями не приняли на базе ракета. Это недалеко от подмосковного Ногинска. Новость появилась в соцсетях и расплывчатая формулировка «люди с особенностями развития» сначала сбила с толку интернет-общественность. Журналисты, волонтеры, а также родители таких детей обвинили персонал в счерствости и предвзятом отношении. Путевки были оплачены государством. Руководство лагеря ракета в Ногинском районе, увидев детей, сказало «Вы в своем уме увозите их отсюда». В самом лагере выяснилось, ни медики, ни вожатые просто не были готовы принять детей с такими серьезными заболеваниями, как синдром Дауна, эпилепсия или детский церебральный паралич. Им нужен был отдельный корпус, безбарьерная среда и, самое главное, постоянный надзор специалистов. На шесть человек вот такого рода детей полагается одна медсестра. А мы получили детей с двумя сопровождающими, например, вот Южная Бутова 20 детей, с двумя сопровождающими воспитателями, ни одного медика, но с машиной памперсов и медикаментов, сильно действующих психотропных, с противосудорожных. Путевка в лагерь «Ракета» стоит 39 тысяч рублей. Для детей-инвалидов она оказалась еще выше 47 тысяч, учитывая дополнительные затраты на спецобслуживание. Деньги заплатило правительство Москвы, а вот предупредить руководство лагерей, видимо, просто забыли. По крайней мере, еще два заведения летнего отдыха тоже не смогли принять у себя таких детей. Не говоря уже о том, что передача сильных лекарств, содержащих наркотики, без описи грозит медикам тюрьмой. Просто передал шофер или сопровождающий, пытался нам дать целый пакет лекарств. Когда мы посмотрели, какие лекарства, это были галоперидол, противосудорожные, аминозины, то есть те лекарственные средства, которые требуют специальной приемки, специального отпуска, специального хранения. Тем не менее, 69 детей из 170 все-таки остались отдыхать в лагере. Это воспитанники детских домов с отставанием в развитии. К нам подошли медицинский персонал, директор лагеря. Тоже взяли у нас документы, посмотрели, документы у нас все в порядке. И поэтому с нашими детьми проблем не было. В лагере «Ракета» три категории детей. Это спортсмены, обычные школьники, а также ребята из детских домов, которым требуется коррекционное воспитание. Таких 69 человек. В общих мероприятиях они вместе принимают участие, общаются на одном уровне. Так что разговоры, будто бы детей инвалидов не пустили в лагерь по каким-то этическим соображениям, персонал лагеря считает как минимум некорректными. Антон Кириллов, Дмитрий Нефедов, Ирина Уймина, Пятый канал. Российское военное командование выбирает лучших танкистов. На самых разных полигонах страны проходят отборочные состязания экипажей для участия в главной гонке боевых машин. В Челябинской области танковый биатлон организовали на одной из самых тяжелых трасс. Особое испытание досталось наводчикам. За короткое время им предстояло поразить все цели и пройти сложнейший маршрут. Армейское зрелище, на которое зрителей не пускают, увидел Александр Пугачев. Это чем-то похоже на пидстоп в автоспорте, только здесь не колеса меняют, а боеприпасами заправляются. В роли сервисменов экипаж танка. Время на загрузку им нужно сократить до минимума. Бронемашина под управлением Олега Гаврилова выходит вперед и приближается к первому огневому рубежу. Фланговая стрельба один из самых сложных элементов танкового биатлона и серьезное испытание для наводчика. Здесь не услышишь аплодисментов и восторженных криков болельщиков. Танковый биатлон на полигоне под Чебуркулем проходит без зрителей. Это окружной отборочный этап. Лучшие экипажи через неделю отправятся защищать в честь центрального военного округа в Волгоград. Дан старт самой зрелищной части состязаний – индивидуальные гонки. Танки выходят на трассу с интервалом в одну минуту. Они должны преодолеть три круга с препятствиями и три огневых рубежа. За каждый промах к дистанции добавляется еще по полкилометра. Змейки, гребенки, эскарб, колейный мост, грязевые ванны и все варианты изменения дорожного профиля – это испытания для механиков-водителей. Съезд с препятствия, сбитый флажок или ограничитель – дополнительные штрафные баллы. Большинство препятствий взяты из зачетного упражнения. То, что механик-водитель выполняет при проведении обычного занятия по вождению. То есть каких-то особо новых препятствий тут нет и сложности в их преодолении. Единственное сложное препятствие – это эскарб. То есть тут механики потренировались, чтобы не ударяться в него. А остальные препятствия они отработали в ходе плановых занятий по боеподготовке. Такие же испытания предстоит пройти и экипажам боевых машин пехоты. Они значительно легче танков, но преимущество в скорости теряют на фланговой стрельбе. Пока машина остановится, наводчик сбивается, не может найти цель. Во время занятий удалось добиться загрузки боеприпасов в районе 30 секунд и стрельба меньше 9 секунд. Четыре лучших танковых и столько же экипажей боевых машин пехоты сегодня получили путевку на межокружной этап армейских игр 2015 года. В отличие от биатлонистов-лыжников, танкисты едут на свои соревнования, не имея никакой информации о том, с кем им предстоит встретиться на дистанции, не задумываются о призовых и спонсорских. Техника у всех одинаковая, а значит шансы у всех будут равны. Александр Пугачев, Евгений Земляников, Владимир Кожанов, 5 канал, Челябинская область. В Южной Корее смертельно опасный коронавирус унес в жизни уже 6 человек. Число инфицированных за минувшие сутки возросло на треть и достигло 87. Минздрав и республики сообщают о первом в стране случае заболевания школьника. Из-за угрозы эпидемии почти 2000 учебных заведений закрыты на карантин. Однако, как уверяют специалисты, большинство зараженных подхватили вирус во время посещения больниц Сеула. Власти призывают граждан соблюдать меры предосторожности и не выходить на улицу без масок. Заболевание начинается как обычная простуда, сопровождается лихорадкой и кашлем, но быстро поражают легкие. Передается вирус воздушно-капельным путем. Никаких лекарственных средств от него пока не придумано. Роспотребнадзор на Дальнем Востоке усиливает меры эпидемиологического контроля на границе. Два человека погибли во время операции по подавлению бунта в одной из тюрем на юго-востоке Бразилии. Поводом для восстания заключенных стали плохие условия содержания. В исправительном заведении, которое рассчитано на 290 человек, одновременно находились более 800 арестантов. Зачинщики беспорядков захватили заложников и подожгли несколько зданий, расположенных на территории тюрьмы. Чтобы усмирить бунт, охране пришлось вызвать подкрепление и пустить в ход оружие. На подавление беспорядков потребовалось несколько часов.